Всем привет! Я Айхан Толёперген. У меня есть для вас отличная новость. Я очень прошу прощения. Сегодня стало известно, что расследование по делу Гарант 24 окончено производством. Дело направлено в суд, а ущерб составил более 33 миллиардов тенге. Сегодня задержано и находится под стражей 33 подозреваемых, а всего потерпевших по делу насчитывается более 17 тысяч. Многие из них попались на удочку и на рекомендации наших казахстанских звезд. Все они, скорее всего, за деньги занимались агрессивной рекламой. И это второй признак инвестиционной, либо финансовой пирамиды. В этом выпуске, друзья, мы поговорим, почему казахстанские звезды занимаются и рекламируют не совсем законную деятельность, и при этом не несут вообще никакой ответственности. Поехали! Начнем с того, что в Казахстане нету серьезной ответственности за рекламу финансовой, либо иной инвестиционной пирамиды. Максимум – это административная ответственность. Глянем на статью 150. Производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой инвестиционной пирамиды влекут штраф на физических лиц в размере 150. Максимум штраф достигает на субъекты крупного предпринимательства в размере 600 месячных расчетных показателей. С приостановлением выпуска выхода в эфир средства массовой информации на срок до 3 месяцев. Штраф в размере 150 МРП составляет 437 550 тенге. Если это ИП, то штраф на сегодняшний день достигнет максимум 583 400 тенге. Да, друзья, если мы сравним те доходы, которые звезды получают от этой же рекламы с этим несколько смешным штрафом, то мы можем с вами предположить, что такой размер штрафа, ну уж точно не остановит нашу селебрити рекламировать не совсем законную деятельность. Тем не менее, несмотря что такая статья есть, она все равно не работает. И теперь я объясню почему. Организацию, которую пиарила данная казахстанская звезда, нужно ее прежде признать финансовой пирамидой. А на это уходит очень много времени. То есть, это прерогатива органов полиции. Они расследуют дело. После этого они передают материалы дела в суд. И только суд вправе признать организацию финансовой пирамидой. На это как минимум в идеальной модели уходит 6 месяцев. Но это в идеальной модели. Фактически наши правоохранители могут расследовать это дело годами. И теперь мы подошли к самому главному. Срок давности по административным делам у нас составляет 2 месяца. То есть, если условно виновное лицо прорекламировало незаконную деятельность, то его можно привлечь к административной ответственности только в течение 2 месяцев. Если проходит больше, соответственно, он освобождается от административного штрафа. Глянем на статью. Глава 8. Освобождение от административной ответственности. Статья 62. Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока давности. Лицо не подлежит привлечению к адам ответственности по истечении 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения. Так что у меня есть все основания полагать, что мы на данный момент имеем неэффективные законы в области агрессивной рекламы финансовых пирамид. Я считаю, что на данное видео необходимо обратить внимание нашим законотворцам и придумать четкие меры, чтобы упорядочить эти отношения. Правила мы можем разрабатывать до бесконечности, а вопрос ответственности намного серьезнее. Если ее нет, значит ее нужно внести. Ну и в конце я хотел бы обратиться к нашим согражданам. Не верьте нашим казахстанским звездам. За бабки в рекламе они могут вам врать. Тем более не только они, но теперь и вы знаете, что им за это ничего не будет. Распространяйте это видео, будьте с нами и будьте юридически грамотными. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok